доброго времени суток с вами канал life таро надежда но что загадываем желание у меня снова в руке 22 старших аркана из колоды таро радиан души это в принципе не важно какая колода но здесь ровно весь старший аркан таро ваша задача угадать карту я ее сейчас вытаскиваю и до конца видео она будет скрыта ваша задача угадать карту и сформулировать желание желание может быть объемное мор можно желание сократить а можно как было бы очень интересно если вы прописали свое желание что вселенная удиви меня пожалуйста таким образом которым ты можешь и это будет то что меня порадует и в конце видео мы посмотрим угадали вы карту или нет если вы угадали поверьте на 80 процентов ваше желание сбудется в самые кратчайшие сроки в нашей жизни работает все то во что мы верим а видео я вам предлагаю посмотреть не забегая вперед в карту для того чтобы ваше желание было отпущено во вселенную потому что желание нужно не только загадывать но и также уметь их отпускать именно на этом принципе и построена данная хорошая примета на моем канале многим она уже понравилась многие оценили и я надеюсь дальше мы будем продолжать эту добрую хорошую традицию когда мы не просто получаем информацию о интересующей нас теме по интересующему вопросу но мы еще исполняем свои желания а сегодня у нас расклад расклад что вы не должны знать о нем то что он скрывает то что он не хочет чтобы вы знали это то что хочется спрятать именно от вас и не показывать именно эту тему мы смотрим сегодня у меня голдовское таро и давайте смотреть что происходит в отношениях на данный момент в отношениях застой причем очень такой серьезный очень глубокий этот тупик это тупик который происходит в отношениях и мужчина здесь всячески будет сопротивляться с ним можно пытаться поговорить но какого-то конструктивного диалога от него получить будет бесполезно почему почему потому что эмоциональный фон который сейчас давлеет над мужчиной не располагает к хорошему общению здесь сейчас показан мужчина психичка и истеричка который год не трогайте меня оставьте меня в покое ничего не хочу не видеть не слышать не знать хотя женщина здесь к нему настроен так довольно таки лояльно но она похоже уже смотрит насколько долго он будет психовать или насколько долго его хватит вот так себя вести ведет себя здесь мужчина некрасиво на самом деле некрасиво что еще в ваших отношениях на вы мужчина любите кстати может быть для вас это будет какой-то тайной откровением и вы скажете нет 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 я уже разлюбила меня он же бесит и уже все уже разочаровал поверьте здесь чувства еще живы чувства еще есть вы их можете очень глубоко спрятать и пытаться обмануть саму себя но то что мы считываем с информационного поля с вашего подсознания здесь чувства конечно же есть давайте тогда и у мужчины посмотрим чувство ой какой какой у вас манипулятор но кстати здесь здесь мужчина точно выбрал вас как женщину с которой ему хорошо комфортно и опять же до женщину с которой он может жить возможно он с вами уже и жил здесь тот опыт у мужчины когда он понимает что вот с этой женщиной можно жить с этой женщиной можно семье устроить с этой женщиной можно там путешествовать покупать там движимое и недвижимое имущество если мы говорим о чувствах да здесь чувства есть вы родной близкий человек но тем не менее видите здесь мужчина этим и будет пользоваться то что понимая ваши чувства понимая ваше отношение к нему ему конечно же как мужчине что раз я выбрал тебя как женщину с которой я хотел бы иметь что-то очень серьезно она кяж мужчина ты должна меня слушаться а также здесь есть ситуация самоутверждение за счет женщины когда хочется быть мужчиной таким домостроем до хочется ее прогнуть под себя хочется чтобы она прыгала под твою дудку но видимо не получается да что мужчина здесь психует вот будь по моему вели а тут наоборот потому что мужчина здесь в обороне вас посмотрим на чем построена его оборона вообще что он своей обороны пытается нам здесь показать вы знаете девочки вот если бы не его вот это вот поведение она загадочная даже вы своего мужчину не совсем понимаете может быть считаете что не совсем в адеквате вот если бы он себя вел бы более прозрачно если бы он вам все рассказал как есть мне кажется ваших отношений здесь и не было бы почему я делаю такой вывод потому что вот его такое вот странное поведение весь его психоз это набить себе цену до такой степени чтобы вы не сразу от него отказались а вы просто боялись от него отказаться будь он вот более такой знаете вот простой не строил бы из себя ничего мне кажется вы бы этот орех бы уже давно раскусили и сказали бы все понятно да твое содержимое не интересно а тут как будто бы есть желание докопаться до истины и понять что он там скрывает далее почему он так себя ведет можно ли его исправить готов ли он меняться вот этот вот момент вот эта стратегия как раз таки и позволяет ему создавать тянучку в отношениях или создавать качели его истинное отношение к вам давайте посмотрим у меня как вы слышите за окном прям дождь очень сильный ливень видимо ваш мужчина плачет здесь в истерике добьется он вообще сейчас в жизни здесь потерялся он здесь ощущение большой потери здесь может быть действительно мужчина еще и проблема с работой но я не вижу в его внутреннем мире спокойствие и видение своего будущего на несколько пусть недель пусть месяцев не говоря уже о годах вперед здесь мужчина потерялся у него здесь кстати много вопросов а что я в этой жизни добился а кто я среди сризис среди связи вы точно кризис среднего возраста здесь у вашего мужчины наступил даже если он очень молодой неважно или наоборот уже поздно да для для кризиса среднего возраста здесь мужчина в кризисе находится вот поэтому он так себя и ведет он сам для себя не знает что он хочет как он хочет каким образом ему в жизни все должно быть обставлено чтобы он был комфортен сам для себя и просто такой дайте вот потерянный человек который даже сам не понимает что он хочет а вы хотите вы хотите да его понять вы хотите получить от него какие-то ответы у у него у самого нет ответа что ты хочешь вот спросите его и он не будет знать но вот это вот и капризное здесь поведение это сначала нужно в себе разобраться прежде чем в отношениях потом пытаться разобраться вот зато самоутверждаться мы здесь любим зачем ему самоутверждение но зачем чтобы быть императором чтобы его боялись потерять чтобы ему боялись слово поперек вставить чтобы к нему уважились сюда с удовольствием говорю с уважением с полным почтением не будет он манипулировать он будет обычным простым мужчиной а так манипуляциями набивает себе цену и вот он здесь целый император хотя здесь император действительно уже какая-то здесь такая потерянная заблудшая душа который очень искренне хотел бы понять место в своей жизни и ориентиры сбиты ориентирую человека сбиты что он хотел бы что он хотел бы вот это большой вопрос для него не знаю что он хочет давайте посмотрим с точки зрения карт 2 что он хочет что ему нужно в этой жизни вообще здесь мужчине на самом деле нужно опуститься до самого дна и в эмоциях и в чувствах и в отношениях и в работе и в деньгах чтобы он опустившись до дна мог оттолкнуться от него и подняться вверх здесь человек много своей жизни потерял времени даром и впустую а оглядываясь назад понимая что очень много времени прошло но безрезультатно вот это вот депрессии его здесь и накрывает и чтобы окончательно появилось желание такое созданное я хочу в этой жизни чего-то добиться здесь ему сейчас помогать абсолютно не стоит выгребать в его проблемах выгребать в его депрессии потому что не достигши дна он сам не захочет потом выплывать наверх а здесь получается вот вопреки всему дать тебе настолько как-то плохо ты вы настолько в этой жизни потерялся что тебе очень хотелось бы скорее скорее что-то поменять не мешайте вашему мужчине здесь грустить переживать страдать теряться в пространстве ему это действительно нужно здесь точки зрения карт таро он не дошел до главной тупиковой ситуации в своей жизни чтобы пытаться искать выхода он опускается на дно да вот здесь психует истерит пытается вас здесь задержать потому что вы для него как какая-то вот спасительная ниточка или не знаю вы рука которая его с этого дна может вытащить и не помогаете ему вы лишь и продлеваете его блуждание в потемках своего собственного сознания пусть он сам там окончательно потеряется пусть он сам останется в ситуации когда только он сам себе сможет помочь вот тогда здесь будет какой-то прогресс а так здесь ну поможете вы ему ногу попытаетесь вы прояснить отношения попытаетесь разобраться повторить такая ситуация и что вы снова будете ему помогать но поможете еще раз и дальше все будет точно так же этому человеку сможет помочь только он сам когда он окончательно поставить для себя вопросы таким образом чтобы были ответы а здесь только вопросы кто он кто вы для него что он хочет от себя что он хочет от вас что он от этой жизни хочет что он хочет от этих отношений а вот себе пока такие вопросы не задает потому что смысл задавать вопросы вопросы если ответов не имеется и он даже под напрячься не можешь чтобы родить какой-то ответ давайте теперь уже будем конечно рассмотреть что вы не должны знать о нем ну вот одна из ситуаций что вы точно не должны делать это сейчас пытаться вытаскивать его или помогать ему разобраться ваши отношения это точно бесполезно это точно ну ни к чему на будет временная конвульсия которая потом в итоге повторится и вы не будете постоянно скорой помощью для него что вы не должны знать о нем что он скрывает он сейчас скрывает свою какую-то семейную проблему причем эта проблема такая долгоиграющая она тянется уже довольно таки долго и сейчас она вот взрыв такой происходит когда долгое время все накапливалась 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 но любому терпению и в любой чаше настает окончательная последняя капля какая-то да и любому терпению тоже приходит конец но здесь вот ситуация здесь такая драматическая семейная ситуация здесь разыгрывается. Она давно бы уже разыгралась бы, но ее просто здесь как-то успокаивали, да, вот на дальний план, вот не тормошить, не шерудить там. Здесь драма прям семейная, семейная драма, не знаю, семейная трагедия, может быть, для кого-то. Здесь карты такие очень неприятные. Король мечей, башню, верховный жрец. И если мы говорим это, если о тайнах, то это такая большая семейная тайна. Об этом не принято говорить, это принято скрывать, это стыдно, не хочется, чтобы об этом знали. И вот в этой ситуации здесь вот какая-то такая вот развязка начинается. Почему он это скрывает? Потому что если вы об этом узнаете, вряд ли он вам нужен будет. Это некрасивая история. Этим нельзя гордиться. Это хочется спрятать и всем рты заклеить, чтобы они не обмолвились. Не знаю, и пальцы переломать, чтобы пальцами не смогли показать. если вы узнаете о этой ситуации. Причем эта ситуация долгое время вот она была в состоянии такого вот покоя. И можно сказать, что о ней здесь и забыли. Специально делали так, чтобы на поверхность как-то ни разговора, ни слова, ни полслова об этой ситуации не говорилось. Ну, шила в мешке не утаишь. Что там происходит? Дьявол. О, Боже. Ну, девочки, там что-то очень-очень-очень неприятное. Вообще здесь карты говорят вам этого действительно лучше не знать. И в принципе здесь держаться в стороне. Просто защищаться. Почему? А тогда в вашей жизни здесь могут быть или проблемы, неприятности, или как минимум вы не сможете просто жить спокойно, зная эту информацию. Это некрасивая, неприятная семейная тайна или некрасивая, неприятная ситуация связана с этим мужчиной и его очень близким окружением. Этим не похвастаешься. И если о этой информации начинают просачиваться какие-то источники, да, вот разносить эту ситуацию, это очень стыдно. И просто действительно хочется, чтобы все молчали. Вы на своего мужчину, узнав эту тайну, уже нормально не сможете смотреть. Я не знаю, бабка его там согрешила, с кем-то еще что-то. Вот что-то вот такое, да, что тихо все, да, это надо держать в тайне. Он для вас уже не будет таким интересным мужчиной или может быть таким любимым мужчиной. Вы очень глубоко задумаетесь. Буквально вот все маски, которые он может носить, узнав эту информацию, все маски разом вы с него сдерете и задумаетесь, зачем вообще вам он нужен. И здесь ну вы с этим человеком нормально потом не сможете просто быть. В каком-то новом качестве, ну там типа ладно, мы знакомые или мы друзья. А как на человека любимого вряд ли вы сможете на него нормально, спокойно смотреть. Знаете, так и будет подмывать про эту ситуацию разузнать и в случае чего это будет таким вот инструментом, которым вы его сможете шпынять, которым вы его сможете упрекать. То есть меняться ролями, да, что он был манипулятором. Ну манипуляторы, они как правило за таким поведением скрывают что-то некрасивое в их жизни или скрывая свои комплексы и недостатки, да, вот выпячивая вот свое какое-то определенное такое манипулятивное поведение для того, чтобы не догадались, да, это некая ширма, которую выставляешь, вот и чем ярче она, тем привлекательнее, чтобы за нее было неинтересно посмотреть, да, вот яркий фасад, а в этом ярком, а за этим ярким фасадом очень гнилая канализация, вот такое вот. Просто потом вы меняетесь ролями, то он манипулятор, если вы это узнаете, во-первых, вы в нем разочаровываетесь, так глобальненько, и даже если вы для себя принимаете решение быть с ним, то ли здесь из жалости, да, то ли все-таки все родчувства до конца они не исчезнут, но это потом будет для вас поводом вот его вот держать вот в страхе, может быть, да, вот в таком вот нервозном состоянии, а по факту здесь вот в подавляющем большинстве случаев здесь просто отношения меняются, вот так вот, по чуть-чуть, а бы как, несерьезно. Удовольствие, хорошего такого удовольствия вам эта информация, знание о этой информации вам здесь не принесет, да, вплоть до того, что вы скажете, лучше бы я это не знала, я не хочу это знать, вы расстроитесь, сможет ли мужчина вам об этом когда-нибудь сказать, вряд ли, конечно, да, я уже здесь и так все понимаю, но тем не менее, сможет ли он вам когда-нибудь про это рассказать, или намекнуть хотя бы. Хотелось бы, и были даже как-то попытки, но нет, слишком страшно, слишком страшно о таком говорить, а почему были попытки предпосылки рассказать, а потому что вам он очень сильно доверял. Но видите как, доверять-то доверял, но он реально понимал, что если он вам это расскажет, последствия могут быть непредсказуемыми, и в том числе вы отворачиваетесь от этого человека. Я не знаю, это какое-то такое вот пятно, которое не должно быть показано на репутации, пятно на репутации, на семье, пятно, на языке крутилось, свертелось, а потом нет. Я ей доверяю, мне об этом ей хочется рассказать. Им просто было бы спокойнее, но он понимал, что это может привести к очень печальным последствиям, что вы с этой информацией потом не сможете дальше с ним нормально взаимодействовать. И опять же, давать человеку инструмент, которым он потом может тебя выстёбывать или манипулировать, упрекать, но это тоже очень опасное такое мероприятие, и поэтому здесь, мой хороший ваш мужчина, здесь передумал. Я не знаю, что здесь может быть за такого очень позорного и семейного. И плюс, я говорю, то, возможно, кто-то там узнал, из тех, кто не должен был знать, потому что там вот прям какая-то развязка, там страсти кипят, там вот прям разборки какие-то начинаются. Ну, пусть разбираются. Это его семья, это его тайны, пусть, конечно, ковыряются в этом грязном белье сколько угодно долго. А мы с вами давайте посмотрим карту, которую загадывали. Если вы ещё не написали, какая карта, можете поставить на паузу и написать, какой это старший аркан из 22, какой-то конкретно один. и загадайте желание, и желательно его тоже зафиксировать, даже если вы это делаете в конце. Желание надо всегда загадывать правильно, и на этом канале мы как раз-таки и творим маленькое волшебство. Я надеюсь, что вам хватило времени написать желание, если вы это не сделали, а если сделали, то извините, пожалуйста, мне хочется дать возможность всем попробовать в нашей такой доброй примете поучаствовать, вот, что, может быть, можно было бы и не напоминать, но не все слушают самое начало. Поэтому давайте я открываю карту, и это у нас карта сила. Вот, кстати, вот кто-то в комментариях писал, что так получается, что в конце расклада часто выпадает та карта, которая потом будет по итогу закрыта. Я не знаю, это какое-то волшебство, это какие-то подсказки, да, это шутки вселенной. Ну, вот, уже не в первом раскладе такое было, видите, здесь сила, здесь карта сила, но давайте будем, конечно, за этим наблюдать. Я поздравляю тех, кто выбрал карту сила. Ваше желание действительно искреннее, ваше желание здесь доброе, потому что карта сила это все-таки доброта, да, это усилие, но это доброта, это понимание, и я очень-очень желаю, чтобы ваше желание исполнилось как можно скорее. и мы с вами смотрели, что вы о нем не должны знать, а что вы от него не ожидаете, чего вы точно от него не ждете, это будет вот в этом видео. Я желаю вам приятного просмотра, нажимайте, и я думаю, вы будете очень удивлены, как я была удивлена в том раскладе. Я желаю вам всего самого наилучшего, до встречи в новых видео, пока-пока.